Продолжим синтаксический разбор суры Аль-Нази'ат. Мы дошли до 22 айта. Затем отвернулся он, усердствуя, то есть усердствуя во вражде призыва Муса. Фым это харфа Атвын, союз, мобнио о льфатхи с неизменяемым окончанием с фатха на конце. Адбара это фиул мадан, глагол прощачивого времени. Мобнио о льфатхи с неизменяемым окончанием с фатха на конце. Во фаил его фаил действующего лицо это дамир мустотрон фи хи-джавазан скрытый в нем в допустимой форме местемения, такдиру ху-ху-ху, который выражен местемением ху-ху. Вал фиул маа фаалих глагол Адбара вместе со своим фаалем все это джумлятун фиалетен глагольное предложение. Маа тофатун аля маа каблаха соединена с предыдущим предложением фалама халала хаминал Ираби, а значит так же не имеет места в падеже. Яс-а это фиул мударин глагол настоящего будущего времени, морфун, поставлен в состояние нрава именительного в изъявительное наклонение. Почему ли таджар рудихменен нас был джазм, так как он свободен от амину факторов наспы и джазма. Валамату рафи признак состояния нрава в этом глаголе Адддума туль мукаддарату аля ахирихи, скрытая на его конце Аддума, манамин дзхури хаттазру, проявица которой помещала невозможность огласовать букву алиф, то что алиф не принимает какую-либо огласовку. Во фаэлю и его фаэль действующий лицо это дамирин мустотрым фиихи джавазин, скрытая в нем в допустимой форме местомения тапдиру хуа хуа, выраженной местомением хуа. Валфиуле маа фаэльих глагол яс-а со своим фаэлем все это джумлетун фаэлиятун, глагольное предложение, фи махалли наспе, не месь паджа, наспе нитину паджа, халл мин фаэли адбара, халл обстоятельства образа действия от фаэля глагола адбара, то скрытая в нем местомение хуа, то есть отвернусь, отвернусь как? Отвернусь усерствуя. Следующая от это фа хашара фанада, собрал он и его сгласил. Альфа это харфа атфин, союз, мабнио альфатхи с неизменяемым кончанием с фатха на конце. Хашара это фаэльун маадан, глагол прощачего времени, мабнио альфатхи с неизменяемым кончанием с фатха на конце. Уфаэль и уфаэль действующий лицо это дамирун мустотурм фи хи джавазан, скрытый в нем в допустимой форме местомения, такдир хуа хуа, которые выражены местомением хуа. Валфиуле маа фаэль и глагол хашара, вместе со своим фаэлем все это джумлетун фаэлитун, глагольное предложение, маа тофатун аля джумлати адбара, соединено союзом фа с предыдущим предложением адбара. А значит тоже, так же как и первый, не имеет места в падеже. С неизменяемым кончанием со скрытой на конце фатха, подразумуемой на конце постоянной фатха. Мана Амин Азлахури хаттаадуру, проявица которой помещала невозможность огласовать букву алиф. Уфаэль и уфаэль действующий лицо это дамир мустотурм фи хи джавазан, скрытый в нем в допустимой форме местомения, такдир хуа хуа, которая опять же выражена местомением хуа. Уфаэль и уфаэль, глагол надо, со своим фаэлем, все это джумлитун фиалитун глагольное предложение, ма тофатун аля джумлати хашара, соединено союзом фа с предыдущим предложением хашара, фаламахаллахаминал араби митляха, значит так же как и оно не имеет места в падеже. Следующий айт это факала она раббукуму ла аля, и сказал он я ваш высочайший господь. Я рабу джумлати факала, синтаксический разбор предложений факала, на все рабе джумлати надо, точно так же как и предложение надо, то есть альфа это харфат вна, акала это фиалан мадун и так далее. Дальше мы говорим она это дамир мустотурм, раздельное местомение, раздельное местомение мабня аля с сакуни с неизменяемым кончайным сакуном на конце. Фи махалле раф и на месте падежа раф именительным падежем мубтаду подлежащие именного предложения. Рабба это хабр аль мубтадай, сказуемому подлежащему морфу амбель мубтады, поставленный этим подлежащим в составе раф именительной падежи. У алямата рафа и признак падежа рафа этом имени. Аддама тузлахирату фи ахирих явно на его конце. Рабба это мудаф, раб является первой часть зафетной связи к мудафам. Кум аль кафи это дамир муттаслен слитное местомение мабня аля доми с неизменяемым кончайным с дома на конце. Фи махалле джерлин бил мудафи на месте падежа рафа родителям падежа посредством мудафа рабба. У аль мимуса кинад сакуни рафа на конце этого местомения, то есть кум. Это алямата джамя аль мудафа, креп признак множественного числа мужского рода. Мабня аля сакуни с неизменяемым кончайным сакуном на конце не имеет места в падеже. Аля аля это наعت или раб. Наعت сифа. Описание определения слова раб. У наعت или марфуа и марфуа-мысла. А наعت или определенные поставленные в состояние раф-ибины, так же как и первые, будет в состоянии раф-имени тун падежа. У алямата раф и признак падежа раф в этом имени. Адамута лмукадрату аля ахири, скрытая, подразумеваемая на его конце адам. проявица которой помешала невозможность огласовать букву алиф. Воль муптада у мааа хабрии, подлежащие ана, вместе со своим сказуемым, то есть роб все это джумлету не смеетун, именное предложение, фи махалли на спинамесе паджа нас виниттину паджа, так как это мафуул бихили калли, прямое дополнение глагола калли, это то, что мы называем мауулли лкалли, то есть калли калли мазу калли хаадихили калимат ау хаадихили джумали, валлаху а'анам. Субтитры сделал DimaTorzok